Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами, фиксирую для себя придумки-задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. Немного лайф сториз и это не меняет аббревиатуру SUB-L. Сегодня серия о лайфхаке. Это использование накамерных вспышек на выезде с модификационными насадками студийными. Какая сложность это? Чтобы одеть студийную насадку, необходим переходник. Вся сложность. Первое. Для чего понадобились студийные насадки на выезде? Я покажу на небольших примерах. А словами это создание студии на выезде. Возможно требуется необходимый световой рисунок, световое пятно, более гибкое управление направлением света, сужение, расширение света, может использование светофильтров. Еще один момент. На ивент-съемках немаловажный момент. Это занимаемая площадь в пространстве осветительного оборудования. Если это ивент, желательно, чтобы это либо вписывалось в происходящее, либо не мешало. Как раз рефлекторы, небольшие насадки, возможно, будут спасать положение. Обратимся к примерам. Итак, здесь это стоковая съемка была. Для ребят это стоковая съемка. Использование, как видно, узконаправленных источников. Создание такой концертно-квартирной обстановки. Вот здесь как раз понадобились студийные насадки для накамерных вспышек. Там и светофильтры были одеты на некоторые. И рисующий вариант также это была насадка. Хорошо, дальше идем. В этом случае необходимо было пофотографировать исполнителя в ресторанном варианте, в котором вроде бы сцена предусмотрена, но рисующего света на исполнителя нет, а есть только эффектный свет, который можно использовать как контровый. И вот здесь как раз важная тема – это неприметность использования осветительного прибора. В данном случае вот здесь, по-моему, было спрятано за стеной и пуляло вот прямо сюда. Это было вот такое вот приспособление с сотами. Это не диффузор, насадка с сотами. Что диффузором не назовешь, и тубусом тоже не назовешь. Насадка с сотами. Я не освещал все помещение, а относительно ограниченным пучком высветил исполнителя. Посмотрим дальше. А вот в этом случае использовался вот такой вот вариант. Это покупной вариант тубуса накамерного. Я его не часто использовал. Почему? Потому что вследствие того, что он складывается, потом он раскладывается и имеет, на мой взгляд, не очень хорошую, красивую форму пучка этого. И я прекратил им пользоваться. Прям так прекратил. Все меньше и меньше пользовался им. И сложно угадывать попадение было света. Ну, вот данную съемку. Замечательный праздник. Хэллоуин. Светлый праздник. Можно было проделать такой насадкой. Создать и драматику события, и выявить необходимые объекты. Вот здесь, на этой съемке, я использовал с этой стороны насадку, диффузор, рефлектор студийный. С вот этой стороны использовалась вспышка в помещении. Она играла роль и как контрового света заднего, и заполняла по остальным стенам. Отлично, что помещение было серого оттенка, светло-серого. Использование насадки такое позволило, ну, скажем так, симитировать что-то солнечное, контрастное. В то же время, это управляемый свет. Как мне показалось, уместно здесь было. И можно было потом дорисовать там лучики. Имитация и солнечный, как прямого солнечного света, и бывает, когда солнечный свет рожается от стекол. Здесь поменял направление. Он стал вот отсюда уже. Свет. Посмотрим, какие переходники вообще существуют. Обратимся к интернету. Переходники для накамерных вспышек с участием студийных. Вот такого формата. Они, кстати, классные. Чем они классные? Что они берут на себя нагрузку вот этих вот насадок-диффузоров. Потому как, если я креплю непосредственно на вспышку, получается достаточно сильное плечо и норовит вырвать вот прям отсюда. Потому необходимо следить за тяжестью насаживаемых элементов. Ну, бегло по стоимости. До 50 долларов точно можно справиться. Так, сильно не вдаваясь. Посмотрим, что имеется в плане самих насадок. Есть насадки, которые непосредственно для накамерных вспышек. Невелико их множество. Сейчас смотрю не в сторону софтбоксов, а более компактные жесткие варианты. Вот таким вот софтбоксиком, не софтбоксиком, боксиком, да, пользовался. Вот он у меня есть. Пользовался им. Пользовался в свадебной съемке. Когда были не художественные моменты, репортажные. В основном там встречи всякие. При неконтролируемом освещении, смене освещения. Прямо с фотоаппарата спасабельно. Спасабельно было. Для не художественной съемки отличный вариант. Ну, бегло осмотрев. Вот есть соты. Но вот формата именно студийного. Вот, кстати, есть, да, считай, студийный вариант. И конструкция такая, которая надевается как раз на вспышку. Вот. Стало быть, там есть и переходник. Для меня лайфхак это в определенном смысле тест направления. Я могу сделать какой-то прототип. Проверить, работает это или не работает направление. Если я в состоянии сам сделать легко и быстро. Я могу пофиксить ситуацию. Если нет, смотрю, что есть в продаже. Дальше. Я выявил такой момент, что если это лайфхак, то оно легко модернизируется. Я что-то могу доделывать. Ну, вот, например, возьмем диффузор. Я сюда легко могу дополнительную просеивающую мембранку сделать на прищепках. И у меня уже приборчик модифицируется. Так и в ряде других случаях. В плане экономии, да. Почему нет? Это сохранение бюджета. Например, не так часто что-то используется. Есть ли смысл это брать? А, кстати, не только экономия бюджета, а просто экономия даже пространства. Если все приобретать, разрастаешься и уже некуда это складывать. При подборе света модификаторов на локацию я учитываю следующие критерии. Жесткость света. Его возможность направлять, перенаправлять. Потеря мощности. Важный фактор. Если используется отраженный свет, существенно теряется мощность. Направленным светом есть возможность сохранить мощность. Между этими факторами нужно лавировать. Как я заметил на мероприятиях, когда фотографировал на ивентах, существенный момент, как это выглядит, сколько занимает пространство, площади освещения. И плавно я продвигаюсь к тому, чтобы показать, а какой я переходник использовал для студийных модификаторов. Может кто-то заметил, не заметил, а он лежит рядышком. Вот он здесь. Выглядит он вот такой вот пластинкой поролоновой. Синтетический поролон для утепления сантехники. Крепим с помощью резинки. Закрепили. Меряем. Что интересно, вот эти вот насадки, они с разным диаметром крепления. Вот нормально держатся. Да, не для бега, но вполне себе нормально держатся. Померили вот эту насадку. Сюда мы можем ставить родной рассеиватель вспышки. Можно ставить дополнительно светофильтры. Можно использовать вот такой рассеиватель. Фантазия применяется и тиражируется. Очевидно, что у всех приобретений и лайфхаков есть и положительные, и отрицательные стороны. Отрицательная сторона использования студийных насадок очевидна в их размере и в невозможности сложить. В фотографический рюкзак это не поместится. Нужна отдельная емкость, отдельная сумочка. И не возьму я с собой в тревел. Вот такой тубус складывается. Хоть как, но как. Тем не менее, с ним можно как-то поработать. Студийную насадку я не сложу. Потому я их использую в основном в местных съемках, когда есть в доступе сумка на колесиках. Я могу по локации перемещаться. Можно воспользоваться своим транспортом, добраться в самолет, в поезд. Наверное, в крайних случаях каких-то это можно предусмотреть. Отдельное транспортировочное место. Или по месту, кстати, можно взять у кого-то. Тоже вариант. Имеются переходнички. Договорился с кем-то в студии и взял. И тема решена. Вроде все рассказал. Всем поделился. С наступающими, наступившими и будущими, и текущими праздниками. Всем добра, здоровья и достатка. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok